Дойти до той цели, вылечить мою дочь. Любыми путями. Меня хотели подать в суд, в Австрию. Это реально, ну, это пипец. Я это сделала, Сережа. Это очень заживо. Как вы это все вынесли? Она является единственным человеком в мире, не принимает ни одной таблетки. Вселенная вообще не делает ошибок. Это огромная психологическая работа над собой. Знаешь, еще зачем ко мне приходят? За женственностью и вот за этой мягкой силой. Марин, вот все есть, но кайфа нет. И деньги делаю. Или муж становится сразу слабым. Вот это было классное упражнение, то, что сейчас дало, офигенно. И вот я как раз-таки возвращаю их именно в женскую энергию. Позволь этому быть, позволь этому стать, тем, о чем ты мечтал, о чем ты мечтал. Нет, бить. Нет, бить. Есть, да? Нет, бить. Марина Аурицкая! Привет. Привет. Рассказывай, что у тебя есть? Какие результаты? Результаты потрясающие. Спасенные семьи, спасенные здоровья, вылеченные онкологические заболевания, счастье в семье, суперсекс, как никогда после 18 лет жизни. Сколько тебе? Мне 51. У тебя есть ребенок? У меня два. Две дочки, да. 32 и 23. В каком смысле? 32? 32, да. Старший, да, дочери. Это старше, чем очень многие мои гости. Особенно последнее время. Очень прикольно классно. То есть получается, это в 19-е. 19-е, да. Вау, прикольно. И каково это, когда у тебя... Супер, это очень весело. Это очень весело, да, особенно когда мы идем вместе куда-то, и все думают, что мы сестры. Я каждый раз, когда яду на подкаст, я думаю, что сейчас будет происходить, и что сделать самое лучшее, что я могу сделать в ближайшие два часа. У меня есть несколько задач. Первое. Это классно провести самому время. Это первое. Второе. Это сделать так, чтобы человек, который ко мне пришел, чтобы ему было полезно, чтобы ему понравилось, чтобы вот это все было классная беседа. И когда вот она раскрепощенная, то тогда возникает такая магия, и это становится полезно для абсолютно всех, кто служит, да, кто смотрит. Поэтому главная задача, чтобы мы с тобой... Ну, чтобы ты раскрылась, чтобы я раскрылся, ты раскрылась, да. Попробуйте сегодня, кстати, попробуйте почувствовать себя вот на этом месте. То есть как будто вы здесь сидите, да, и вот с вами разговаривают. И постараемся так сделать, выстроить этот разговор, чтобы любой человек мог применить какие-то вещи внутри, на себя. То, что я делаю, моя сфера, да, это, по сути, я помогаю людям, раскрываю их таланты, проявляю. Это все вот как бы большое видение масштабное, знаешь, куда-то иду там. И мне кажется, что самое главное, то, что я делаю, это конкретно вера в себя. То есть конкретно вера в себя, вот, то есть это мои суперталанты, да. Вот, разберемся с твоими суперталантами, да, и сделаем так, чтобы любой человек, который слушал, во-первых, поверил в себя, да, в то, что у него может быть, да, в то, что, то, как сейчас происходит, это, там, один процент от вашего потенциала, потому что это правда. Применил какие-то вещи на опыте, заработал денег, да, улучшил свои отношения, еще что-то сделал, то есть ты все проявился, начал отдавать мир, да, вот это вот, вот это главная задача, да, чтобы наш разговор к этому поспособствовал. У нас с тобой одинаковые цели, поэтому я здесь. Но для этого нам нужно, чтобы сначала вот они увидели в тебе ролевую модель, потому что во мне они, ну, со мной они более-менее знакомы, с тобой пока не знакомы, потому что самое классное, знаешь, это наблюдать за людьми, которые находятся в процессе роста, потому что если они сейчас растут, если они что-то делают, и они реализуют свои мечты, да, вот они вот туда идут, то, значит, в этот момент очень прикольно к ним присоединиться, наблюдать за ними, подписаться сразу на все телеграммы, инстаграммы и так далее, то есть вот я вам прям очень настоятельно рекомендую, да, вот те люди, которые вас вдохновляют, быть на них везде подписанным, потому что это, по сути, у тебя есть там 24 часа, это твое пространство. Есть оффлайн пространство, есть онлайн пространство. Для мозга все равно, онлайн или оффлайн. И когда ты окружаешь себя, то есть убираешь все, что тебя тянет вниз, и окружаешь теми, кто тебя вдохновляет, то тогда твоя жизнь начинает разворачиваться другим способом, да, вот окружение очень важная вещь, и очень классно ее вот по кирпичикам строить, и на каждого человека, который ко мне приходит, подписаться. Поэтому ссылка в телеграм-канал внизу на Марину, но это авансом, да, это авансом, а сейчас вот поговорим, почему... Я тебя не разочариваю. Да, почему надо это сделать, да, почему подписаться. И сразу, кстати, ребята, вот я люблю розыгрыши, поэтому сразу давайте так, слушайте внимательно, какая мысль понравится, репостите в сториз, подписывайтесь на Марину в инстаграме и в телеграме, ссылки будут внизу, да, и мы выберем двух человек и подарим... Что подарим? Что ты думаешь? Ну да, вот что ты... Ты профи на этом. Я от тебя подарю айфон. Айфон, давай по айфону. Да, потому что айфон всегда работает. Вот у меня их два, но вам будет новый, соответственно. 15-й айфон от меня, а от тебя? Тоже айфон. Тоже айфон, супер. Два айфона, и ты в телеграме сделаешь пост, напишешь пост, каким образом будет выбираться, ну, в смысле, какого победителя ты выбираешь, просто придите в этот пост в телеграм, плюсик поставьте, что вы участвуете, и вот это сделаете. Все. И потом Марина у себя в телеграм-канале выберет победителя. Поэтому сразу это авансом, вот такой у нас старт. Я подумал, что классно для вовлечения, чтобы вы прям вот в этот разговор прям в диалог все уберите, вот и просто послушайте. Я думаю, что будет классно. Так, итак, давай. Что ты, чем ты занимаешься, и что у тебя в этой жизни вот прямо сейчас происходит, куда ты идешь? Я помогаю людям становиться счастливыми просто, то есть получать все то от жизни, что они хотят, в личной жизни, в бизнесе, и в идеале еще и в таком расслабленном состоянии, кайфуя от жизни. У меня врожденные способности видеть. Я вижу причину, самую основную причину проблем, ну и последующие причины, да, то есть, которые следуют из основной причины. И я всегда, ты знаешь, очень долго с детства я это чувствовала, это видела, но я не хотела с этим иметь дело. Я хотела быть обычной девочкой, хотела жить обычной жизнью, потому что, когда я уже взрослела и понимала, что это такое, я понимала, что это большая ответственность. Это первое. А второе, я понимала, что, или не понимала, а я так думала, что, знаешь, раньше же были такие парадигмы мышления, что если ты идешь в духовность или если ты чем-то занимаешься, то ты, во всяком случае, у меня было такое мнение, надо отказаться от материального мира. Я материальный мир очень любила, и я не хотела от него отказываться, и поэтому я приняла такое решение, это, знаешь, так, игнорировать, не видеть и жить обычной жизнью. Очень рано вышла замуж, уехала в Австрию. В 2004 году моя дочь заболевает смертельным диагнозом, неизлечимым диагнозом. Я из медицинской семьи, у меня все врачи в семье, да, вот до 4 лет она абсолютно была здоровая, красивая, веселая. мы переезжаем в Барселону из Кеймен-Айленда, куда мы вначале переехали, то есть у нас был такой рут из Вены, когда ей было 3 месяца, мы переехали в Киманские острова, потом мы через год переехали на Мальту, и из Мальты мы переехали в Барселону. И вот в Барселоне происходит какая-то ситуация, слом системы, ну, я не буду сейчас все детали озвучивать, да, но у нее, причем по мыслям моей мамы она приехала к нам в гости, и она говорит, слушай, она мне не нравится, она бледная, она была блондинка, белокурая, с такими, знаешь, голубыми глазами, черные густые ресницы, ну, то есть в жизни никогда не подумаешь, что с ребенком что-то не так. Веселая, жизнерадостная, она говорит, нет, мы должны были с мужем уезжать в командировку, она говорит, нет, я с ней не останусь, пока ты не сходишь, не проверишь анализы крови. У меня ничего не осталось сделать, пошла сдавать, анализы крови, и нас вызывает врач и говорит, я должен признаться, но у нас нехорошие новости. У вашей дочери либо пластическая анемия, либо лейкемия, но в этом случае нам бы было лучше, если бы это была лейкемия. И ты стоишь в 2004 году и не понимаешь вообще мир, да, то есть ты из врачебной семьи, а тебе врачи говорят, что два варианта и лучший вариант, которого все боятся, да, а что тогда другое? Другое, это из двух миллионов людей два случая. Нет никаких вообще студий, потому что это никому не выгодно туда инвестировать денег, да, ну и, естественно, никакой терапии, да, то есть никаких терапевтических методов, кроме срочной трансплантации костного мозга или 1% процент самого исцеления или смерти. И ты просто представляешь перед собой этого ребенка, знаешь, вот эта девочка, которая с утра до вечера просто бегает вот с такими глазами, радуется, улыбается и веселится, и у нее должно быть что-то смертельное, и ты не знаешь, и медицина не знает, что с этим делать, и трансплантация костного мозга, чтобы все понимали, как трансплантация костного мозга, это шанс 50 на 50, да, причем во время трансплантации костного мозга делают специально больным человека. Что значит больным? То есть ему дают такую высокую хемотерапию, не как у лейкомии, да, больных, потому что там только идет направление на плохие клетки, да, на больные клетки, а здесь нужно полностью весь костный мозг уничтожить пациента для того, чтобы костный мозг донора мог прижиться вообще. И вот здесь ты понимаешь, что приехали, да, и ты понимаешь, что никакие деньги твоего мужа, никакие вообще возможности, ну, то есть ты просто аут, да, ты просто вообще не понимаешь, ты начинаешь, естественно, просто быть в шоке, ну, то есть я была в полном шоке, я не понимала вообще, что дальше, я не понимала, как быть, но это продлилось недолго, потому что я такой очень сильный человек, я собралась быстренько и сказала, Марин, так, что мы сейчас делаем, да, то есть как нам в этой ситуации справиться. ее быстро направляют на пункцию костного мозга, и чтобы ты представляла, почему мы оттуда уехали из Барселоны, сразу же после там двух вот таких экспериментов, ей дают успокоительную свечку, отправляют нас в больницу, мы, значит, сидим в коридоре, вместо того, чтобы она успокоилась, она наоборот стала такая активная, не знаю, почему так подействовала, приходит врач с медсестрой, открывают кабинет, там вот такой стол, чтобы ты понимал, да, вот просто стол, ее кладут на стол, лицом ко мне, меня сажают вот сюда, говорит, мама, садитесь сюда, это медсестра, вот таким макаром, ей было где-то, ну, она была где-то 100 килограмм, набрасывается вот так на мою дочь, вот так вот ее между подмышкой и рукой держит, я в шоке сижу, ну, ты представляешь, ты вообще в Испании, то есть я говорила уже на испанском, но un poquito, когда такая ситуация, ты просто в шоке, Сереж, ты вообще не знаешь, что делать в этот момент, да, потом ты видишь, врач становится вот здесь, то есть с другой стороны, где ты сидишь, да, достает шприц огромный, вот с такой иголкой, вообще ни анестезии, ничего, что-то дезинфицирует ее бедро, и туда, херак, этот шприц, прямо с этой иглы еще, и начинает качать костный мозг, то есть это был такой шок, понимаешь, то есть и у меня, естественно, у ребенка, да, то есть, подожди, это игла вставляется в кость, просто в кость, без предупреждения ни одной, ни другой, темной, вот знаешь, у меня прям как дежавю, что-то вот наподобие комнаты такая, знаешь, это была такая жуть, и вот с этого началась наша долгая дорога к выздоровлению, потом, значит, нас через два дня направляют в Барселоне, опять же таки, на пункцию, на биопсию костного мозга, это была пункция, а биопсия тоже делается под общим наркозом, значит, та же самая история, ее одевают в пижаму, и два таких медведя выходят, огромных по два метра, все в этих зеленых костюмчиках, в масках, забирают ее от нас, и она такая, мама, 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 папа, она была очень хорошая девочка, очень спокойная такая, очень счастливая, вообще, и доверяла очень сильно всегда, и на кровь тоже, знаешь, давать ходила, вот так вот сидела, вообще не плакала, давала себя колоть, ну, я просто была сама в шоке, ты понимаешь, я не попросила, чтобы они хотя бы при мне и усыпили, при нас, и потом уже в операционную взяли, в общем, суть в том, что после этой биопсии опять никаких анализов, то есть никакого диагноза, я просто невероятными методами, потому что мы должны были уже в Австрию лететь, у нас уже два часа до отлета было, чтобы ехать туда, консультироваться с врачами, мне нужны были результаты этой биопсии, не сделали достаточно качественно биопсию для того, чтобы поставить диагноз, и нам дают бумажку, то есть после того, как я вообще добилась того, чтобы получить от них хоть что-то, вот они дают, материала биопсии не было достаточно для того, чтобы поставить диагноз, рекомендуем следующую биопсию, и вот таким образом, через все эти ситуации, я сказала себе, все, в Барселоне я не остаюсь, мы уезжаем в Вену, к сожалению, в Вене врачи тоже ничего не могли сделать, в общем, долгая история, эта ситуация заняла 8 лет, я ездила по различным целителям, в разных странах была, в Бразилии у Джо Де Деуса, да? То есть, подожди, и она 8 лет? 8 лет, это был единственный человек в мире, кто с диагнозом опластическая анемия, жил 8 лет, и причем в последний год, у нее был абсолютно пустой костный мозг, 4000 тромбоцитов, чтобы ты понимал, норма 150 минимум, 450 тысяч максимум, да, 150 тысяч и 450, у нее было 4000 тромбоцитов, обычный человек не может компьютер, кнопку нажать, в такой ситуации, если состояние здоровья, как она меняет немецкую школу на американскую, учит американскую, ну, то есть, английский язык, не устает быстрее, чем другие дети, хотя она была просто бледная, она была кожа, ну, знаешь, худенькая, но никогда не болела, у нее ничего не было, и врачи не понимали, как это возможно, но все целители мне всегда, у которых мы были тогда с мужем, и в Москве, и в Бразилии была одна, мне все говорили, что она именно поэтому-то в таком стабильном состоянии находится, что она со мной, то есть, рядом, в моем поле просто находится, да, и врачи тоже не понимали, как такое возможно, и когда началась, все-таки мы были вынуждены, они нас прям, знаешь, к стене прижали, сказали, что если вы не, то есть, не дадите сделать ребенку трансплантацию костного мозга, мы подадим на вас в суд, понимаешь, ну и так как действительно это было уже очень опасно, опасно именно из-за кровоизлияния органов, потому что если оно, ну то есть, если человек, у которого просто абсолютно нет крови, и костный мозг не вырабатывает кровь, падает, то могут быть просто внутренние кровоизлияния. С 2007-го или 2006-го года я не смотрю телевизор, я не читаю СМИ, я именно осознанно тогда приняла решение для того, чтобы быть в энергии, в правильной, для того, чтобы держать всю динамику семьи и быть носителем того энергетического потенциала, чтобы именно, знаешь, идти туда, куда я хочу идти, и дойти до той цели, до которой я тогда поставила себе, знаешь, такое намерение прийти. И это было вылечить мою дочь любыми путями. И я ее видела с того момента всегда только здоровой, никакой другой. И всем родственникам я сказала, то есть в моем поле никто не говорит ни о чем негативном, мы только говорим на вещи, которые нам помогают, нас поддерживают, нас настраивают на позитив и дают нам правильную энергию и правильный заряд энергии для того, чтобы вообще справляться со всей этой ситуацией. Потому что у меня, на тот момент я была уже в разводе, вот, то есть мой муж помогал финансово это все финансировать, ну, в Австрии это не нужно было делать, да, а потом долгая история у нас еще, у нас еще и в Нью-Йорке была трансплантация печени, то есть мы так не отделались с трансплантацией костного мозга, да. И, в общем, ситуация была следующая, что нужно было необходимо это все делать, и делать это можно было только в определенном состоянии, понимаешь, потому что я видела, какие мамы сидели в больнице и приходили, в каком они состоянии были, да, и поэтому все эти годы я уже себя настроила на то, что я просто, знаешь, запрограммировала себя на то, что в моем поле только позитив, в моей голове только позитив, у меня мысли только те, которые направляют меня в том направлении, в котором я хочу идти, и это все считывала моя дочь, естественно, понимаешь, то есть когда мы... А как ты вот это делал технически, то есть просто вот задать вопрос любому человеку, вот ты хочешь быть в плохом состоянии или в хорошем? Да. Ну, то есть скажи хорошим. Ты хочешь позитивные мысли или негативные? А кто тогда принимает решение, у тебя негативные мысли или позитивные? Только ты. Да, только ты. Только ты. А вот здесь, да. Но вот все равно у людей есть, понимаешь, как бы есть привычка думать о плохом. Детская позиция просто. Да, это просто. Привычка думать о плохом. То есть вот что ты делала? Я всех поддерживала, я не только детей и мужа еще поддерживаю, потому что для него это тоже был шок, что было с дочерью, да? Что-то конкретно, то есть может быть какие-то медитации? Смотри, в этот момент нет вообще никаких медитаций. Вот я именно об этом, вообще никаких медитаций. Ты понимаешь, Это вот в один момент просто происходит просветление такое, понимаешь, ты просто понимаешь, что ты являешься человеком, который вывезет эту ситуацию, только если у тебя будет определенное состояние. Тогда мне было просто это ясно, как белый день. И я понимала, что мне нужно это не играть, потому что когда ты что-то играешь, ты очень много энергии на это тратишь. А ты должна этим быть просто. Когда ты просто это есть, то только в том случае ты настолько находишься на высоких вибрациях, то есть вот это заезженное слово, но это вибрации, потому что все есть энергия. В мире вообще ничего нет, кроме энергии. То есть все, что существует, это энергия. Я тогда всем об этом говорила, но мне крутили у виска тогда. Но мне было все равно. Вера в себя, вера в свои без вообще предельной возможности, в важных ситуациях, особенно именно в ситуациях, когда там вообще просто никто не думает. Там просто нужна эта вера не только в себя, но и в кто как хочет называть Бог, Вселенная, высшие силы. Главное, что верить, что выше нас есть что-то, что нас ведет, что нам помогает, что нас поддерживает. Но в это надо верить. И верить не просто глупо, да, и сидеть и ничего не делать. Естественно, делать. Но при этом вот эта вера, она, знаешь, как подхватывает просто. И ты становишься действительно могучей, да. Только при условии, если ты действительно опираешься на свое мнение только, да. Или ты, допустим, слышишь что-то, и ты рефлектируешь. Тебе это подходит мне, но ты не идешь во мне и не считываешь информацию из вне. То есть кто тебе что сказал, и тупо слепо ведешься этому, да. То есть вот по мне всегда было так, неважно, что мне кто говорил, я всегда принимала свое решение. Я всегда по интуиции, что я чувствую, как я чувствую. Я же не пошла на трансплантацию в первый год, да. Потому что я не хотела этого делать 4 года. Мы это вынуждены были сделать в 11 лет. И ее посадили за стол врачи и сказали ей, ты знаешь, мы вынуждены тебя делать очень больной. Мы будем тебя делать очень больной. Ты будешь себя очень плохо чувствовать, потому что нам надо полностью уничтожить твой костный мозг. Какой ужас. Понимаешь, да. И ты, я сижу рядом, и я вижу, как она сидит, и вот эти вот, знаешь, вот эти невинные красивые глаза, вот эта вот девочка, просто она была как ангел, знаешь. И ты видишь это, и ты понимаешь, боже, я сделаю все от меня возможное. У меня, вот я сижу, у меня просто я вся в мурашках. Я это сделала, Сережа. Никто не верил. Вообще никто не верил. На сегодняшний день она является единственным человеком в мире, кто после двух трансплантаций костного мозга и печени не принимает ни одной таблетки. Даже иммуносупрессивной таблетки, которая... Даже тот медикамент, который необходим для каждого пациента... На меня хотели подать в суд, в Австрии уже подавали в молодежную организацию, защиты молодежи, да. И когда меня туда вызвали, я рассказала историю, пришел директор этой организации, шеф, ему было около 70 лет уже. Он, знаешь, вот так вот сидел на стуле, он слушал меня. Я очень коротко рассказала. Он говорит, фрау Кастнер, у меня к вам один вопрос. Как вы это все вынесли? Это он... Понимаешь, да? Как вы это все вынесли? И потом он пришел в больницу, когда больница собрала консилиум, потому что я всегда убирала... То есть иммуносупрессив я всегда понижала по интуиции. И они мне говорили, ну вы вообще нормальная, мы не можем доверять вашей интуиции. Я говорю, а что вы делали во время трансплантации костного мозга? Ну то есть во время трансплантации костного мозга, чтобы ты понимал, я, когда врач меня вызвала, и говорит, сейчас начнется очень высокая хемотерапия. И действительно, они когда начали, это было просто жесть. То есть а до этого, еще когда вот ей говорили, знаешь, что ее сделают больной, и после этого разговора мы вышли, а у нее были красивые такие каштановые волосы. Она говорит, мам, ты знаешь, все равно волосы выпадут, или я умру. Давай покрасьте меня в красный цвет. Я так всегда хотела быть красным цветом. Видишь, какая мудрая, какая она была сильная. Откуда в ней было столько силы и столько мудрости? Я вообще до сегодняшнего дня просто не понимаю. Я это сделала, то есть я ее подстригла, покрасили в красный цвет. И когда она уже была в этой специальной палате стерильной, у нее стали просто после, когда началась еще малодозисная хемотерапия, у нее начались, знаешь, она просыпается, у нее такими пучками эти красные волосы на подушке, и она такая, дырочками голова. Такая, мам, давай сбреем, что-то мне уже совсем не нравится быть такой пятнистой. Ну и в общем, мне пришлось это все самой сбривать. Когда она лежала, засыпала во время этой цикодозисной хемотерапии, и я просто подключалась и чистила ее. То есть я просто подключалась и чистила. Я знала, что у меня это есть. Это была еще подготовка до трансплантации. Я помогла ее подружке, когда мы были в гостях. Не буду сейчас на этом заострять внимание. И моей подруге. Знаешь, такая подготовка была. И вот в этот момент я уже поняла, все, я буду это делать, что бы мне это ни стоило. И я начала просто ее чистить. Врач вызывает меня через три дня и говорит, «Фрау Кастна, я знаю, что вы что-то делаете, мне медсестры сказали, но я хочу вас предупредить, что сейчас начнется самая высокодозисная хемотерапия, и что бы вы ни делали, все равно у нее анализы печени будут просто зашкаливать за тысячу, за две тысячи единиц ГОТ, ГПТ». Я говорю, ну хорошо. И я пошла дальше, Сережа, делать то, что я делала. Ну что мне делать, понимаешь, мне надо было спасать ребенка. Стала это дальше делать, и она меня через два дня вызывает, нет, через три дня в пятницу вызывает. Она сидит, знаешь, такая, прокинулась на стул, ноги сложила, я помню, ручка по тетрадке бьет ручкой, и говорит, «Фрау Кастна, я не знаю, что вы делаете, но делайте это, пожалуйста, дальше». Потому что я никогда еще не видела, чтобы показатели печени, я, говорит, 25 лет работаю, чтобы показатели печени не поднимались за тысячу, за две тысячи. Я говорю, как не поднимались? Они вроде там на 200 поднялись. Это вообще ни о чем, да, ну то есть это вообще не считается, потому что обычно даже у пациентов, у которых здоровые показатели печени не, ну то есть всегда зашкаливает, потому что это очень токсичный протеин, да. И после этого они уже совсем по-другому стали ко мне относиться, потому что для них уже очень, ну странно, это было совпадение. И после этого я постоянно им говорила, какой медикамент снять, какой медикамент убрать, часами с ними сидела. И врач, главный врач, говорил, слушайте, ну вы сумасшедшие, ну как я могу на вашу... Она говорит, почему я должна это сделать? Я говорю, потому что у меня интуиция, потому что я чувствую, что именно этот медикамент ей не нужен. Этот, то есть этот, когда она начала этот принимать, у нее тот, и она говорит, ну как я могу на это положиться? Я говорю, ну у вас шансов никакого нет. Я говорю, я вас понимаю. У вас, говорю, 10 детей здесь за год, да, и вы хотите спать спокойно. Но у меня, говорю, одна-единственная дочь здесь, и я хочу ее вывести отсюда не любой ценой. Я хочу, чтобы она еще могла жить, рожать, нормальной жизнью жить. Поэтому просто идите мне навстречу. Давайте они, вот вы хотите наше место занять. Я говорю, да я не хочу ваше место занимать. Я хочу, чтобы мы общими усилиями сделали лучший возможный вариант. И после этого они снимали и видели, что как-то я говорю, этот снять или не нужно давать. Они очень неохотно это делали, но под мою расписку они это делали. И они видели потом, что происходило. И она была единственным ребенком за все это время, вот этот месяц-полтора, кто в таком стабильном состоянии вообще выжил эту трансплантацию, ушел домой. Год мне нужно было все стерилизовать, да, все стерилизовать. Она была в маске, потому что это очень опасно было. И после этого, через полгода, 9 месяцев образуется хепатопульмональный синдром. Это вообще просто жесть. Вторая жесть после апластической анемии. Факт тот, что у нас не было возможности вообще ее спасти, потому что она резко стала просто голубой. У нее все вообще, все тело и все органы начали получать 30% кислорода вообще. То есть очень быстро, да, и она не смогла уже в школу ходить. Она засыпала в школе, мне приходилось ее везти. И, вернее, ехать в школу и вообще не знать, разбужу я ребенка или нет. И вы сделали операцию? Нет. И у нас не было донора. Чтобы сделать трансплантацию печени, тебе нужен донор. А после трансплантации костного мозга она поменяла группу крови на группу крови донора. И она вообще, ну никто из нас не подходил. Ни я, ни мой муж. Но моя дочка от другого брака подходила, старшая. И она хотела быть в 20 лет донором. Но это все врачи отговорили. Потому что это просто полпечени нужно, понимаешь. И в Европе это никто не делает. Только во Франции один врач, и туда не попасть. В Австрию даже на трансплант лист не поставили, чтобы ты понимал. То есть они просто думали, что она умрет. Они даже ей шансы не давали, да. Я сделала все возможное, сделала в Нью-Йорке. Мне брат живет в Нью-Йорке. Они сделали встречу с очень известным врачом. Мы полетели туда. Он сказал, что делать. Мы приезжаем в Вену. И тут я приезжаю в Вену, и я просто, знаешь, сижу в гараже и плачу. Потому что просто не знаю, как спасти ребенка. На следующий день мне звонит австрийка, мама подруги моей дочери. И говорит, Марин, я знаю, что у Николи такая ситуация, что вам срочно нужен донор. Я готова стать донором. У меня ноль позитив. Сережа, это человек, который не член семьи, не друг семьи. Она просто предлагает стать донором печени. Понимаешь, у нее семья, двое детей. Эта женщина становится донором и подходит, Сереж, 99,9%. Такое даже редко бывает с родственниками. То есть вся эта ситуация происходит в Нью-Йорке. То есть она приезжает с нами в Нью-Йорк. В Нью-Йорке нас врачи берут. Там тоже было много всего. Но факт тот, что мы справляемся со всем, что только было там. Там тоже ее чуть не отправили на тот свет. В 16 лет она подходит ко мне. Это вот было 14 лет. Через 2 года она подходит ко мне и говорит, мам, я не буду принимать больше иммуносупрессивные медикаменты. Я говорю, как ты не будешь? То есть после операции, пересадки печени, все нормально. Слава богу, все. То есть стало лучше. То есть не сразу, не сразу. Мы уехали в Майами. Она все равно была на кислороде. Вот здесь еще очень важный момент. И вот в Майами как раз-таки я сделал опять революцию в медицине. Потому что ей давали 2 иммуносупрессива. Когда я сняла этот медикамент, через месяц она была здоровая. Через месяц она абсолютно восстановила кислород. И когда врачи об этом узнали, они были в шоке в Майами. То есть сам профессор, который ее вел, он сказал, это невероятно просто. То есть никто не мог подумать, что эти 2 миллиграмма делают такую депрессию кислорода. То есть она была постоянно на кислородном баллончике. Не могла ничего делать, не в школу ходить. Через месяц мы уезжаем в Вену. В 16 лет она пришла ко мне и говорит, мам, я не буду принимать больше. Я говорю, как не будешь? Это же необходимо. Она говорит, у меня такие боли. Я просто не могу жить нормальной жизнью. Знаешь, я все время выживала только из-за тебя. И я так часто хотела уйти, умереть. Но я только из-за тебя, из-за Сабрины, из-за папы выживала. Но сейчас я хочу пожить просто для себя. Неважно, сколько это будет. И ты понимаешь, в этот момент у меня просто сработала опять такая сила. Я просто ее запрограммировала. Я не знаю, как это работает, Сереж, я не знаю. Но с этого момента она перестала принимать иммуносупрессивные медикаменты и стала жить абсолютно нормальной жизнью. У нее прошли все боли. Вот с того момента, в этом случае даже постучу дерево, ничего. То есть она закончила, она училась в Сан-Франциско, она училась в Шанхае, она училась в Лондоне, закончила в Лондоне школы экономики и Хултон. Она сейчас в Вене работает, создала свою фирму, компанию открыла. И тоже в Сошел Медиа. Сошел Медиа. Сошел Медиа, да. А может, Инстаграм в Казах. Да, конечно. Инстаграм в Казах. Да, да, да. Николь, сейчас я тебе покажу. Вот она как раз, видишь, ничего, просто так не бывает. Во, классно. Смотрите, вот не бывает. Николь, красная. Да, она невероятная просто. Она просто невероятная. Она такая мощь. Она просто мощь. Позволь этому стать тем, о чем ты мечтал, о чем ты мечтал. Ты можешь стать героем такого же подкаста. Это платно и стоит 11 миллионов, 111 тысяч, 111 рублей. И это будут лучшие вложения в твою жизнь. Просто для примера. Нина Виркоин. У нее 90 тысяч просмотров подкаста с ней за две недели. И мы спросили у нее, вот она прислала. Первые, подводим, первые итоги промежуточные, потому что у нас продажи еще не закрылись, они будут идти еще почти весь декабрь. Ну, еще две недели точно будут. Поэтому я думаю, что я еще как-то усилю результат. А так вот, прошло у нас пару недель с подкаста и вот такие результаты. А вот такие результаты, это 18 миллионов рублей купила только по ссылке под подкастом. А вы понимаете, да, как работают подкасты? Во-первых, он становится медийным. О нем узнает огромное количество людей. Переходит в Инстаграм, подписывается в Телеграм. На Нину подписалось 7 тысяч человек в Телеграм. Пока с 90 тысяч просмотров. Подписываются. И потом всю жизнь они следят. И вот эти люди, которые только что купили, естественно, эти люди будут дальше идти. Если у вас классный твердый продукт, то они будут дальше покупать, высокие чеки, рекомендовать друзьям и так далее. 18 миллионов рублей за 2 недели. Понимаете? А подкаст работает всю жизнь. И он постоянно набирает просмотры. Поэтому, если ты хочешь подкаст, хочешь, чтобы я раскрыл тебя с разной граней, чтобы мы так же кайфово побеседовали, как и со всеми участниками моих выпусков, снизу ссылка на Катю. Это менеджер. Напишите ей в Телеграм. Расскажите, чем вы занимаетесь. И если вы нам подходите, то добро пожаловать на подкаст. Что ты дальше начала делать? И потом я приходила в себя. Когда она была сейф, я такая, окей, все, можно отдохнуть. Знаешь, я вот просто пялилась в потолок. Я просто отходила, отдыхала. Я восстанавливаюсь, потому что 12 лет были заняты только этим. Понимаешь? Я вообще себя... Ну, то есть я всегда за собой ухаживала. Я всегда была в форме. Я всегда была веселая, жизнерадостная. Я общалась с друзьями. Но у меня была вот эта моя мишин была, знаешь. И потом я случайно, опять же таки, все случайно, да, знакомлюсь с Меланет. Была такая... Ну, есть известная блогер. Она занимается красотой. Красотой именно без ботокса, без вот этих всех внешних воздействий, а именно своими руками. Да, у нее большой блог был. Там полтора миллиона было. Сейчас уже 3,2. Я с ней связалась. И как-то они приехали в Вену с мужем. Мы познакомились. Она так прониклась тоже этой историей. И мы остались в дружеских отношениях. И потом мы как-то приехали в Нью-Йорк вместе. И она меня познакомила еще с одной приятельницей. И у меня был обычный блог. Слушай, я просто там выставляла что-то там, какую-то полезную еду, что-то там еще. Знаешь, такие вещи. Я вот тогда веганом была. Очень вкусно готовлю тоже. И она приезжала ко мне в Вену. И она говорит, слушай, Марин, хватит тебе уже это все для себя держать. Ты такая просто. Тебе нужно, короче, в люди. Тебе нужно... А сейчас Меланет как раз тогда открыла клуб для своих участниц, своих курсов и марафонов. И она говорит, тебе нужно прям туда. Тебе нужно прям свою рубрику. Там духовный, личностный рост и питание, и здоровый образ жизни для женщин. И вот так это все началось. И когда я начала вести эти прямые эфиры, и стала говорить о своей философии жизни, о том, чем я занимаюсь, как я вижу жизнь, то есть как я вообще взаимодействую с пространством. И людям стало очень... Женщинам стало очень интересно. Во-первых, мой первый эфир там занял 2,5 часа. Там досидело 300 человек, понимаешь? И потом все писали, где эфир, мы хотим посмотреть. Я передумала разводиться. Я вообще поняла, что я не боюсь стареть. Боже, мои проблемы вообще... Я там три дня ходила, вообще слова не могла произнести. То есть для людей это очень мотивирующий... Смотри, даже меня это очень мотивирует. Поэтому если я уже много историй слышал, но это реально... Ну, это пипец. Напишите в комментах, как вам история. То есть я тут реально поплакал, чуть-чуть мурашки, все такое, как у вас было. Представляешь, что ты говоришь невероятно. А вот как раз в книге... У меня глава с Ником Уйчичем в книге мне предложили с авторства, с Ником Уйчичем, с Седок Аспаровой, там с другими авторами. И мы вот издаем сейчас эту книгу. Кстати, она презентировалась на Юник-форуме, где я была тоже спикером сейчас, вот буквально месяц назад. И это был самый крупный форум. Это был мой первый спич. Это вот как раз-таки к той теме, как ты говоришь, исполнять желания, да, и как быстро исполняются желания. И вот я постоянно вещаю своим людям, да, насколько важно в правильном майнсете быть, чтобы у нас все было в синхронизации, наши мысли, наши чувства, наши действия. И тогда мы просто на этих вибрациях синхронизируемся с вибрациями Земли, да, и мы просто настолько легко можем управлять пространством, потому что сейчас, я уже говорю, время схлопнулось. Сейчас все, что раньше длилось 10 лет, год, сейчас можно за месяц, за неделю сделать. Это вначале здесь все происходит, то есть все потенциал энергетический у нас, да. То есть вообще все есть энергия, я уже говорила. И когда мы, как энергетические существа, вибрируем на определенных вибрациях, да, то происходит просто магия. И вот как раз у меня пару месяцев назад я записала, я выступаю на миллионную аудиторию. Блин, я ни разу не выступала. Какая миллионная аудитория будет через пару месяцев? Мне предлагают быть спикером на этом юник-форуме. 100 спикеров из разных стран, 5 континентов, 6 языков. Форум заносится в книгу рекордов Гиннеса. Было миллион 40 тысяч просмотров, представляешь? Миллион 40 тысяч просмотров. В смысле, онлайн? Онлайн-форум, да. Да, да, это мощно, да. И у меня исполняется желание вообще таким образом. А что значит, что это за книга такая? Жизнь без фильтра называется. Она уже вышла? Вот, должна выйти, да. Вот интересно, вот этот момент, то есть ты очень долго вообще ничего не зарабатываешь, то есть тебя конкретно только деньги отрабатывают. Нет, я даже в 2017 году начала заниматься криптовалютой по совету моего брата. Это тоже такой, знаешь, очень интересный факт обо мне. И сделала большое состояние. Но я имею в виду, что все равно нет. Но ты говоришь, я там 12 лет и занималась только тем, что восстанавливала дочь. Да, да. Да, и вот потом, вот этот период, то есть и что есть сейчас? Сейчас есть, да. То есть у тебя сейчас какие-то обучения? Да, у меня есть онлайн-курс, очень глубокий онлайн-курс, который помог огромному количеству женщин, и не только женщин, но и их семьям просто восстановить отношения, здоровье, дети выздоравливают, женщины выздоравливают, мужья становятся счастливыми, потому что женщины начинают по-другому себя вести. Они становятся женственными, они становятся любящими, они начинают по-другому взаимодействовать со всеми, то есть и с мужем, и с детьми, потому что они начинают взаимодействовать с собой по-другому, Потому что они начинают заниматься собой, потому что они начинают понимать, кто они такие, они начинают себя слышать, они начинают себя чувствовать. А это для женщины самое главное. То есть, когда ты начинаешь себя чувствовать, когда ты начинаешь понимать вообще, кто ты, что ты, что ты достаточно, такая, какая ты есть, из этой достаточности уже потом дальше ты можешь делать всё, что ты хочешь. И ты можешь намного лучше все делать, что ты хочешь делать, из состояния достаточности, чем из состояния, когда мне надо просто сесть на шпагат, удовлетворить всех, послужить всем, но из пустоты. А я всегда говорю, что когда мы из пустоты, особенно женщины что-то дают, они токсин... Ну, то есть это кроме токсинов ничего не дают. Женщина, которая дает из пустоты, когда она внутри пустая, и она дает в долг кому-то, да, то есть всегда в аванс. Я дам, потому что, ну, во-первых, вы бедные, несчастные, иначе без меня умрете, да, а во-вторых, я дам, и может, вы мне что-то дадите обратно, да, либо любовь, либо уважение, либо там значимость какую-то мне обратно дадите. Но это очень жалкое существование. И я вот всегда, знаешь, с самого начала женщин учу находить контакт с собой и через себя, через свою женственность, через вообще, то есть не вот эти вот все... Понимаешь, я всегда говорю, вот эти курсы все там про женственность, про то, про сё. Когда у тебя не решены глубины обиды, боли, обвинения родителей, ещё кого-то, понимаешь, то есть по жизни прошлое не оставлено в покое, ты не... какие бы ты курсы не заканчивала, какие бы специфические там, знаешь, техники ты не изучала. Это всё поверхностно, это всё, знаешь, потом, кстати, эти девочки идут к психологам и терапируются, потому что у них ещё больше появляется такой симптом самобичевания, знаешь, и нет ценности себя, потому что они думают, и это сделала, и это сделала, и это всё равно ничего не работает, понимаешь. И мужика нормального найти не могу, а если кого-то нахожу, то не устраивает или бросают. Так вот, чтобы этого не происходило, самое важное для женщины – это вот эту целостность и самодостаточность почувствовать, да. Но не только её почувствовать, но её проживать. И в идеале проживать самой, изначально одной, с собой, и вообще всех оставить в покое, да. Вот я учу всех вообще, мужа, все, знаешь, когда только начинают там, а вот он то, а вон то, он то. Ну, слушай, милочка, он окей, но мы сейчас не про него, мы сейчас про тебя. Давай с тобой решим вопрос, и ты увидишь, как он вдруг поменяется. И происходит просто невероятная ситуация. Серёж, у меня пришла в прошлом году, я два раза запускала курс, просто были исцеления, у меня девочка пришла с дисплазией матки третьей степени, она ещё из клуба меня знала, она пришла на мой курс, тогда первый запуск был. Я вообще на коленках делала, ни сториз тогда вообще не вела, ни постов не было, ничего, они только меня из клуба знали. И я запускаю этот курс просто на коленках, и у меня записывается за неделю, нет, за пару дней у меня записывается 181 человек, и я 91 покупает курс. Результат был просто феноменальный, там такие результаты были. И вот сейчас у меня девочка одна, которая тогда на первом курсе была, они были в долгах, как в шелках, муж там вообще просто такие, я не помню, сколько у них миллионов долга было, маленький ребёнок с ДЦП, да, и она потерянная была совсем. Она там ко мне пришла, её так вдохновила моя история, слушай, сейчас они там по кармическому менеджменту, я как раз тогда посоветовала эту книгу, он прочитал, он там слушал тоже мои эфиры. Короче, они просто сейчас строят один дом за другим, у него огромная компания, то есть они просто живут, знаешь, как всегда мечтали. И она мне вот периодически пишет, говорит, Марин, с вас всё началось, и благодаря вам вот мы сейчас здесь. Другой вариант, вот это дисплазия третьей степени, она пришла ко мне на курс, говорит, Марин, ну у меня уже время на операцию, но я всё равно, я самый большой скептик, которого только можно себе представить. Но как-то вот у меня к вам доверие появилось ещё в клубе, я вот хочу попробовать. Она приходит ко мне на личную сессию, мы с ней занимаемся буквально где-то час, она вот с такими глазами всю сессию просидела. Мы с ней поработали, и через месяц она мне пишет сообщение на WhatsApp, Марина, это невероятно, гистология показала, что вообще нет ни первой, ни второй, ни третьей степени дисплазии. Она написала, это невероятно, я верю в чудо, Марина, чудеса возможны, благодарю вас, благодарю. Я убираю программы, я просто конкретно в моменте, у меня просто поле так работает, то есть моё поле создаёт высокочастотное квантовое поле высоких вибраций, когда у человека происходит расширение сознания в коммуникации со мной, через вибрации моего голоса, информация, которой я делюсь, и энергия, которая исходит из меня, заходит вовнутрь очень глубоко и пропускает это всё. То есть я говорю всегда, я использую голову как инструмент для того, чтобы спуститься вот сюда. То есть я загружаю отсюда в сознание, в подсознание информацию, и потом она так раз и встраивается в глубинные структуры души. И вот когда она встраивается, это, кстати, выражение моих клиенток, они мне так пишут, что, Марина, вот не знаю, вот слушают там Хакамаду, слушают других очень умных, очень образованных, очень уникальных людей, и ты понимаешь, что всё правильно они говорят, и абсолютно логические, умные вещи. Но ты слушаешь, встаёшь и идёшь дальше жить свою жизнь. Но вот с вами так не работает. Во-первых, с вами, говорит, вот сидишь, и уже ничего не можешь мультитаскинг делать, ты просто должен вынимать его. А когда вам внимаешь, просто понимаешь, что это встраивается так глубоко в глубинные структуры души, что ты потом просто без этого жить не можешь, и для тебя это становится естественным, как воздух, и ты потом просто это живёшь. И вот это очень большая ценность, я считаю. Знаешь, когда мы просто получаем от кого-то очень умную информацию, она остаётся вот на этом слою, да, и она не проходит вглубь. И у очень многих людей очень много информации в голове. И вот эта информация, я всегда говорю, в один прекрасный момент начинает людям просто голову взрывать. Потому что, с одной стороны, они так много знают, они так много делали, так много пробовали, так много учились, а с другой стороны, всё равно чувствуют себя внутри не так, как хотели бы себя чувствовать. И вот как раз-таки то, что я делаю и то, что я несу, нужно всегда меньше, и меньше всегда больше. Просто важно качество этого меньше. То есть вот что мы даём человеку, да, из каких энергий. Вообще я считаю, что сам проводник, он всегда должен быть очень чистый, да. То есть у него должно быть вот всё то, что можно вообще в осознании, да, прочистить и на всех слоях. Вот когда он может действительно только светить, да. Когда у него вообще вот просто всё для него, всё в его поле, как должно быть, всё то, что с ним было, всё вообще идеально, как оно было. И ты это не головой думаешь, ты это сердцем чувствуешь. И вот когда ты это сердцем чувствуешь, когда ты осознаёшь, что в сердце у тебя просто кроме любви и благодарности ко всему, даже к самому плохому, то, что было в твоей жизни, да, то, что казалось бы, ну как можно этому благодарить? Этому нужно благодарить. Не можно, а нужно. Потому что только через это осознание того, что Вселенная вообще не делает ошибок. Вообще никаких. То есть случайностей вообще никаких не бывает. И каждая ситуация, которая на нашем пути встречается, которая даёт нам почувствовать себя уязвимыми, даёт почувствовать себя в опасности, даёт почувствовать себя, что к нам кто-то не расположен, да, или как-то нелояльно к нам относится или непорядочно, это всегда только говорит о том, что мы где-то к себе непорядочно относимся, где-то на себе на горло наступаем, где-то делаем то, что нам не нравится, и обманываем себя, и думаем, что нам это окей, а по крупному счёту нам это не окей. И вселенная нам всегда присылает такие зеркальцы, знаешь, в виде этих статистов жизненных, да, людей или ситуаций, которые всегда нам подсвечивают подруга или друг. Ты не честна с собой, ты не на 100% лояльна с собой, да. И вот эти вот ситуации все очень хорошо, знаешь, в моём поле они растворяются, потому что у людей сразу, хочешь не хочешь, происходит это расширение сознания, и у меня просто, девочки, я сейчас веду наставничество. У тебя есть наставничество, есть онлайн-курс, да? Сколько стоит то и то? Наставничество у меня 500 тысяч стоит. Я частная сейчас наставничество делала вот до этого момента, сейчас хочу группу запускать. То есть 500 тысяч рублей, и ты месяц с ним работаешь? Да, месяц. Как это, вы созвонились каждый раз в день или час? Нет, во-первых, они получают мой доступ к курсу, а курс там 9 модулей, там просто всё, то есть там прорабатывается всё, там базовые потребности, там мама, папа, внутренний ребёнок, сексуальность, отношения, деньги, то есть там всё, да? Там очень много эфиров, практик различных, медитации, мои авторские медитации, да, трансовые. То есть вначале мы встречаемся на первую сессию, в первую сессию мы обозначаем, куда мы идём, какие основные цели у нас, да, то есть какие желания. В этой сессии я убираю самое грубое, да, самое такое, что вот нужно убрать для того, и они уже такие все сидят, знаешь, на сессии у меня вообще просто магические сессии происходят, потому что после 50 минут у женщины просто меняется лицо, то есть ты просто не представляешь, разглаживается просто ткани лица, мышцы расслабляются, они начинают только улыбаться, они говорят, Марина, я не знаю, что делать, я не могу перестать улыбаться. Просто такое ощущение, как будто им завязывают хвостик на макушке, потому что вообще лицо раскрывается. Кстати, женщины приводят мужчин ко мне, своих и друзей, и партнёров приводят для того, чтобы я с ними правду. И происходит тоже невероятно то же самое. Первая сессия, потом они начинают, да, потом они начинают смотреть курс, потом у нас опять сессия, то есть они уже посмотрели базу. Сессия, это звонок один на один? Нет, это встреча, ну да, видео онлайн, да, да, но не звонок, а онлайн встреча, да. И знаешь, что я ещё в моём наставничестве даю, чего я не видела вообще на рынке, это то, и вот я как раз-таки именно сейчас выкристаллизовала, потому что я понимаю, насколько именно этот формат работает. Смотри, я являюсь инициатором трансформации, да, то есть перезагрузки человека, да, то есть мы как будто бы, понимаешь, что происходит в моём поле, то есть вот если взять мозг, да, закостенелая структура, да, из убеждений, программ и так далее, да, чужих, и в моём поле оно начинает как будто бы расшатываться, и появляются такие, как трещинки, и через эти трещины мы убираем негативные программы, да, то есть чужие, деструктивные, сжимающие, ограничивающие, и загружаем новые программы. Но чтобы понимать, эти негативные старые программы, они очень вросшиеся, въевшиеся такие, знаешь, они очень-очень закостеневшие. Естественно, когда мы их убираем, то они всё равно фонят, они все не ушли. Новые, они наоборот, как эмбрио, да, они такие все хрупкие, такие все прям вот бейбичкины, да, и они должны встраиваться, они должны вращиваться. Они, естественно, будут быстрее вращиваться, потому что там энергетический потенциал выше. Но для этого всё равно в идеале нужно иметь человека, вот для самого лучшего результата, иметь человека, который инициирует все эти изменения, для того, чтобы этот человек не чувствовал себя во время вот этой паузы, сам себе предоставлен. Почему? Потому что когда мы работаем, да, с программами и с энергией человека, высвобождается энергетический потенциал, который был раньше закрыт. И он высвобождается, и он иногда идёт на какие-то слепые зоны, которые до этого были закрыты. И в этот момент, когда эти зоны начинают фонить, знаешь, и тебе уже что-то не нравится, что ты раньше нормально воспринимал, или где-то ты чувствуешь уже, кто-то переходит твои границы, или что-либо, какой-то конфликт, где раньше не было бы конфликтом, да, и ты сталкиваешься с тем, ты не знаешь, как реагировать, ты не знаешь, что делать, тебя это раздражает. Нужно иметь человека вовне, в идеале, кто тебя подхватит в этот момент, скажет, смотри, вот для этого тебе эта ситуация нужна, так нужно отреагировать здесь, посмотри на неё с этой стороны, да, поступи так-то. И у меня, то есть я говорю, им даю возможность мне писать голосовые и текстовые во время всего наставничества, в любое время, ну, естественно, не ночью, да, у меня все адекватные люди, и просто так меня не беспокоят. Но у них есть возможность всегда мне написать голосовое или текстовое. Марина, вот у меня такая ситуация, что мне делать? И когда они мне пишут, я вхожу в поле человека, сразу, моментально, да, то есть я вижу уже, что происходит, я вхожу, я поднимаю вибрации этого человека, да, изначально, когда вибрации поднимаются, человек уже более осознанно воспринимает ту информацию и видит вообще причинно-следственные связи, может вообще воспринять это всё, да. И я ей объясняю, или ему, смотри, вот эта ситуация, для этого дана, ты в этой ситуации так-то её притянул к себе, поэтому здесь нужно так что-то сказать, то-то так-то отреагировать, так-то поступить. И такие, вау, неужели так можно, неужели так просто, а что, так можно? Любой человек, он всегда уходит, ну там бывает, что уходит в низкое состояние. Да, да, именно когда трансформация. И просто, да, что есть другой человек, об которого можно там посмотреть здраво на то, что происходит. Не только другой, а в идеале тот, кто инициировал эти трансформации, понимаешь? Потому что именно энергетически, они же входят в моё поле. То есть в тот момент, когда они со мной начинают работать, они даже мне сами говорят, ты знаешь, я говорю, ну а что вы так мало пишете, что ничего не происходит, всё классно? Марин, ты не представляешь, вот чувствуем твоё поле так сильно, что вот даже когда что-то происходит, я даже знаю, что бы ты сказала, я даже знаю, как бы ты. Ну то есть вот настолько чувствуется твоя энергия рядом, что чувствуешь поддержку внутреннюю, да? И так действительно работает. Буквально два дня назад проводила перезагрузочную сессию для молодого поколения, как раз-таки это вообще просто гениально работает именно на молодых. Потому что молодые, они ещё не настолько зашорены. Молодые, молодые ребята, молодое поколение, это вот 20, 30, 35. Ребят, кстати, если вам нравится это видео, поставьте лайк, напишите коммент, и обязательно подпишитесь на Марину. Такая вставочка небольшая. Я сделала очень мощную практику, где я соединила их с собой, со своим внутренним ребёнком, и многие, ну там большинство просто написали, никогда вообще такого не было, то есть такое ощущение, такого чувства, такого единения с собой, да, такого целостности. То есть, человек закрывает глаза, ты говоришь, я вожу в трансовое состояние, через определённую технику, то есть они с глазами кое-что должны сделать, и да, и да, там идёт, там просто глаза поднимаются за брови, то есть практически за линию роста волос, нет, открытые глаза, идёт вдох-выдох, потом вдох-выдох, и на втором уже вдохе, и на выдохе уже заражается. Можешь сделать для ребят такую практику? Конечно. Можешь, ну естественно. Давай открываем набор, в телеграм-канале будет ещё один пост, вот там, кто захочет такую практику сделать, прямой эфир сделать, да? Да, конечно. Супер, отлично. Ты пришла сейчас, почему? Потому что я хочу действительно выйти на новую, осознанную, молодую аудиторию, ну любую, но с молодыми просто вот так вот всё происходит, понимаешь, просто в моменте, почему? Потому что у них нету такого количества прожитых лет с этими установками, программами. Да, мозг гибкий, мозг пластичный, совершенно мы живём в другое время, они совершенно другие. Да, кстати, прям конкретно, вот я, знаешь, вот я когда смотрю, когда человек, например, до 30 вообще ничем не интересовался, ничего не делал, это очень тяжело. Нормально, можно, но это прям... Можно, можно. Когда вот те, кто... Главный человек должен дойти до момента, когда ему уже надоело, и он уже не может. Он должен разочароваться очень сильно в том, что происходит, и потом, типа, если он такой, всё, я готов на всё, ты, конечно, полишься. А вот в 20 лет, например, это вообще пипец, то есть человек приходит, там ты ему говоришь, он пошёл, сделал. Вообще никаких вопросов нет, нет никаких вообще, ничего. Вот какая у тебя самая популярная вот люди что приходят, что спрашивают, и что у них решается. Самое популярное это отношение с собой, любовь к себе. Ну смотри, человек же на самом деле никогда не думают у меня плохие отношения с собой. Думаю, ты знаешь, вот сейчас уже думаю, да, но не всегда так, но ребята пишите в комментах, кто хочет, чтобы он научит любить себя, или, а еще, а напишите в комментах, чувствовать себя, кто хочет, чтобы у него было много денег, вот напишите, просто смотри, вот я знаю, то есть я когда делаю, например, вот у меня была там программа пробуждения, помнишь такая? У меня, кстати, марафон пробуждения был, да, в 2019 году. Вот у меня в 18-м или в 19-м мы делали, короче, суть была такая, что просто я подумал, типа, как я могу помочь максимальному количеству людей, и я начал вспоминать, какие тренинги я в жизни проходил, а я проходил там, типа, вот такой вот лист, там типа 100+, мне кажется, там этих тренингов, психологи, всякие рейки, там, я не знаю, что угодно, ну, все вообще-то, тантры, айвазки, там все, и лайф спринт-тренинг я проходил, и вот он конкретно очень сильно на меня повлиял, то есть вот конкретно в моей жизни, когда вот, то есть у всех бывает такой момент, когда вот ты там живешь какую-то жизнь свою, и потом ты начинаешь встречаться, то есть в начале жизни она очень земная, материальная, очень понятная, там, заработать денег, еще что-то, а потом как бы ты начинаешь упираться в какие-то проблемы, там, которые постоянно повторяются, и в какой-то момент у кого-то происходит эта точка, то есть что вот они как-то начинают присматриваться к тому, что вроде как, то есть ты не только мясо, да, еще что-то есть, вот, то есть сейчас, понятно, это стало супер модно, популярно из каждого утюга, тогда это было там 10 лет назад, это было там не так популярно, вот, и я сходил вот на эту программу, ну и конкретно у меня там очень сильно ничего поменялось, то есть там всякие обиды на людей, там, мама, папа, все-все-все, там вот это, и я подумал, типа, когда вот я начал вспоминать, типа, что у меня такое было для меня, я подумал, окей, возьму этого человека, который там вел, и сделаю вокруг него программу, пусть ведет, ну, потому что я был в нем уверен, что он мне это сделал, и вот мы сделали пробуждение, и прикол в том, что когда ты выходишь и говоришь, ребята, примите себя, полюбите себя, там вот это все, то есть, ну, они такие, да, 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 ну, все, да, да, нет, то есть они там, они как бы бесплатно могут прийти, полюбить себя, понимаешь, и то как бы так, под вопросом, время потратить надо, а когда ты им говоришь, ребят, смотрите, вот у вас сколько денег, напишите в комментах, сколько у вас денег сейчас, и сколько вам надо для классной жизни, да, и вот когда ты начинаешь говорить о деньгах, просто это то, что в голове у любого человека, понимаешь, то есть вот это вот, ну, потому что, ну, это, значит, сколько бы ты не зарабатывал, вот я, например, то есть я, там, я могу за месяц, там, миллион долларов заработать, полтора, двами, все равно всегда денег недостаточно, то есть нет такого, я никогда не было, наверное, в моей жизни за 36 лет, момента, когда я такой бы сел, искал, все, деньги не поддевать, нет, то есть всегда есть, что купить, еще что-то хочешь, и так далее, без этого, кстати, денег и не возникает, без того, что ты хочешь что-то, абсолютно, вот, и поэтому, мне кажется, ну, то есть, и вот все опросы, когда я делаю в сторис, спрашиваю, ребят, чего вам не хватает, как бы, естественно, первое место всегда деньги, то есть 90% людей очень сильно недовольны, тем, сколько у них сейчас денег, еще 5% более-менее нормально, и там 5% говорят супер, но на самом деле, они бы тоже хотели помочь, поэтому я считаю, да, что, чтобы помочь человеку, ну, ему, так уж работает мозг, что ты не поможешь ему, если не будешь это использовать, потому что реально, когда они там полюбят себя, там еще что-то примут, там делают практики, они будут в спокойном состоянии, вот я, например, сейчас у меня вот такой спринт, я уже сегодня 16-й день, классно питаюсь, типа не ем сладкое и мучное, делаю тренировку каждый день с утра, 10 минут, у меня такая дыхательная практика, там, когда выдыхаешь полностью, там, короче, такое, и делаешь такие упражнения, вот, 10 минут, у меня был еще дополнительно спорт один, либо это силовая в зале, либо это падал, либо серф, и я каждый день еще, что я делаю, уже 16 дней, каждый день я делаю денежную медитацию без пропусков вообще, ну, 100 миллионов плюс, вот, за неделю, вот, я заработал, больше даже, наверное, 100 с чем-то там, я стал там более спокойным, я с утра встаю, я понимаю, у меня классная жизнь, все супер, что я вот этот час утром, вот, конкретно посвящаю себе, и у меня классное состояние, из этого классного состояния, мне приходят в голову классные идеи, я не занимаюсь никакой фигней, я не трачу время там на что-то, я просто делаю вот то, что считаю, что самое эффективное, и оно просто вот разум становится такой, кристально чистым, у человека пока, если он так не пробовал, то у него нет этой связи в голове, типа, что состояние равно деньги, у него пока нет, но это же на самом деле так, у моих это есть, у моих это есть, просто состояние это деньги, да, конечно, получается, что у тебя уж такая типа подготовленная аудитория, какая проблема обычно, вот самая, давай номер один, номер два, номер три, как ты сказал, деньги, предназначения, то есть они такие, так, у меня что-то мало денег, или там что-то не получается, еще что-то, пойду к Марине, они вообще ко мне просто пишут, или приходят, то есть на каких-то встречах, оффлайн-встречах, я просто представлялась, причем очень так, знаешь, сдержанно, и потом просто какие-то комментарии давала, и девочки просто сами подходили ко мне, и говорят, Марин, я хочу к тебе в работу, то есть мне нравится твоя энергия, мне нравится какая-то, я хочу просто в твое поле, и это очень важно, потому что я считаю, всегда человек должен быть ролл моду, да, то есть именно твой наставник всегда должен быть тем человеком, кто тебе, во-первых, по энергии откликается, да, и по ценностям, и где ты чувствуешь, что действительно это туда, но там, где я, куда я хочу прийти, и вот здесь тогда, ну, просто мэйч происходит, потому что не надо никому ничего доказывать, не надо никому ничего объяснять, ты просто в нормальной, адекватной ситуации начинаешь с человеком работать, и человек просто воспринимает, то есть очень важно еще стать пустым сосудом, как я говорю, знаешь, то есть вот когда ты приходишь к человеку, чтобы не было сопротивления, потому что когда вот у меня была одна девочка, написала мне, ой, Марина, я с тобой смотрю, мы лично познакомились, Вене нас представили, и потом она мне пишет, что вот так и так, у меня такая ситуация сложная, там три выкидыша, развод, сейчас новый брак, опять был летом выкидыш, хочу ребенка, но я постоянно стрессую, постоянно тревожность, постоянно вот это все, у нее очень много денег было, то есть большой бизнес, она продала, там папа умер, и у нее вот эти все незаконченные истории, знаешь, и просто ее голову разрывает, душу разрывает, и вот она вся такая разорванная ходит. Мы встретились на созвон, я ей сказала все, что я вижу, она была в шоке, конечно, понимаешь, хотя я очень это мягко говорю, но иногда я говорю, смотри, вот так, ты не можешь, говорю, беременна, она просто конкретно сейчас планировала опять искусственную беременность, и ты понимаешь, когда ты случайно беременеешь, это одно дело, но когда ты в таком состоянии, тревожном, неуравновешенном, не любящем себя, раздраженным, вообще в раздраве, идешь и делаешь искусственное плодотворение, это не есть хорошо, потому что ты делаешь это ребенка твоим спасателем, и ты уходишь туда, чтобы якобы иллюзию сохранить, что ты там найдешь спокойствие, там ты точно спокойствие не найдешь, понимаешь, да? Ну и вот, в общем, это просто одна часть этой ситуации, и вот буквально два дня назад она мне пишет, что Марина, я так изменилась после той даже встречи, хотя это был просто разбор, это была вообще безоплатная встреча, хотя на этой встрече она получила столько, сколько конкретно, я просто такая даю, знаешь, когда уже, мне просто хочется человеку, а тем более, если я вижу, что ему очень плохо и очень херово, я тогда вообще, то есть даю, потому что я вижу, что, ну просто, даже это уже не я делаю, а знаешь, уже просто поток идет, и я просто уже, как говорится, через меня информация проходит, и вот она написала мне, что у меня столько всего изменилось, я так изменилась, сильно-сильно-сильно написала, все вижу по-другому, и просто в жизни начали, начали происходить волшебно, то есть начало происходить волшебство и невероятные ситуации, то есть совпадения, и я просто себя совершенно другим человеком чувствую, то есть это вообще была вот единственная встреча, и таких очень много у меня, когда я просто даже с людьми взаимодействую, и у них потом жизнь просто кардинально меняется, давай, чтобы было понятно, чтобы любой человек, вот он сейчас прям мог как-то что-то применить у себя на своей жизни, как вот этим людям вот помочь прямо сейчас, вот что-то минимальное, знаешь, чтобы они сделали? я хочу поделиться просто феноменальной практикой, которую я узнала, когда я разводилась как раз вот перед трансплантацией, да, я пошла один раз всего к психологу в моей жизни, да, и она меня познакомила с этой практикой, это Кэти Байрон, и называется практика работа. мы задаем себе вопрос, какая проблема у меня на сегодняшний день существует, то есть какая мысль доставляет мне какие-то негативные эмоции, и мы записываем это, лучше всего записывать, не в голове делать, потом мы спрашиваем себя, первый вопрос, то есть мы начинаем... вот сейчас сделайте это прям, просто послушайте там, сделали заметку. Да, да. Я себе тоже сейчас запишу. Давай, давай. Ага. Это вообще гениальная вещь. Негативная мысль. Негативная мысль, любая, любая негативная мысль, которая доставляет какие-то негативные эмоции, что бы это ни было, с собой связанное, с другим человеком. Да. Да. И вот здесь как раз-таки уже включается предельная честность с собой, да, могу ли я на сто процентов знать, что это правда? И вот ты просто медитируешь сам с собой, да, ну, в моменте. Говоришь, могу я на сто процентов знать, что это правда? Ну, вот если... Да, я, например, могу сто процентов. Серьезно? Меня беспокоит, что мне одна женщина должна много денег и не платить. Нет, а какая мысль? Подожди, она меня не уважает. Вот здесь важно не ситуация, понимаешь? Мысль, она меня не ценит. Вот. Вот. Вот это запиши. Она меня не ценит. Да. Окей. Теперь вот сто процентов ты уверен, что это так? Именно вот, что она тебя не ценит или что она тебя не уважает или еще что-то. Именно вот эта мысль. Вот. Окей, супер. Если мы честны с собой, то мы на сто процентов всегда ответим на этот вопрос не уверен. Не можем быть на сто процентов уверены. Второй вопрос. Как я реагирую? Как я себя чувствую? Как я взаимодействую с этим человеком, когда я думаю эту мысль? То есть, опять же таки, закрываем глаза или не закрываем и думаем. Ну, просто представляем, как я взаимодействую. Я на дистанции, я там дерусь, я там дверью хлопаю, я плачу, я там на пол бросаюсь, ножками топаю, да? Все по-разному реагируют, да, но неадекватно, да? То есть, всегда там нет любви, там нет контакта, там нет уважения, там нету, да? То есть, всегда, когда что-то тебя беспокоит, ты всегда уходишь на дистанцию в идеальном случае, да? А так еще и различные другие проявления бывают, да? И убивают, и стреляют, и дерутся, и так далее. Окей. Третий вопрос. Представь только на одну секунду. Даже если тебя эта мысль так радует, оставь ее себе. Ну вот на одну секунду представь, как бы ты взаимодействовал с этим человеком, как бы ты поступал, как бы ты общался, если бы у тебя только этой мысли не было. Если бы ситуация была такая же, но этой мысли бы не было. То есть, вот просто на одну секунду представить, что этой мысли нет. А ситуация есть, и ситуация, она здесь. Как бы я все равно взаимодействовал с этим человеком или относился к этой ситуации? А я себя вообще не взаимодействовал никак? Нет, нет, здесь очень важен именно этот вопрос. То есть как бы ты взаимодействовал с этим человеком, если просто мысль, вот ситуация такая, она должна тебе деньги, допустим, но она не отдаёт, но ты этой мысли не думаешь, что она тебя не любит, не ценит, не уважает и так далее, презирает, ещё что-то, да, не думаешь, то есть ты бы нормально, во всяком случае, ты хотя бы изначально себя бы нормально чувствовал, это первое, да, то есть не было бы утечки энергии, потому что всегда любая мысль негативная, всегда вот можно себе представить, канал к нам, знаешь, шланг такой, и утекает энергия, неважно какой ты просветлённый, неважно сколько ты медитируешь, это всегда так происходит, да, и вот в тот момент, когда ты представляешь себе, что ты не можешь быть на сто процентов уверен, что это так, потом ты на одну секунду представил, что у тебя этой мысли нет, и ты думаешь, блин, ситуация та же самая, а мне всё равно, ну, то есть мне окей, то есть мне вот ок, я вообще не знаю, почему, что у неё самая худшая ситуация в жизни, может у неё там такая жесть, что она просто, ну, то есть миллион причин может быть, что она слабая, что она не может прийти к тебе и сказать, слушай, бро, прости, вот такая жопа, не могу ничего сделать, да, то есть, понимаешь, потому что эта энергия, она просто, она просто настолько токсичная, она просто настолько отравляет обе стороны, потому что одна сторона переживает всё равно, что она не может, то есть она должна уходить, знаешь, в отрицание, она должна, либо, знаешь, такую куль делать, но всё равно же, мы всегда, я говорю, идём с собой спать и с собой просыпаемся, мы всегда себя с собой берём, поэтому неважно, как мы себя обманываем, наше тело никогда не даст нам себя обмануть, на теле всегда происходит, то есть, чистый ток, да, то есть, тело нам всегда расскажет, смотри, девочка моя, вот здесь вот ты ерунду делаешь, вот здесь ты, мой друг, забил на себя и так далее, в этом контексте, да, и вот в этой ситуации очень важно этот вопрос себе сказать, окей, я, значит, так бы отреагировал, то есть, я бы не была злая, я бы не была агрессивная, я бы не сливала энергию, я бы там на... Да, да, я бы спросил, почему не получается? Вот, видишь, понимаешь, то есть это уже конструктивное, да, конструктивное взаимодействие, и это только тогда возможно, когда ты ничего в поведении другого человека не интерпретируешь, да, и вот здесь очень важный, здесь сейчас четвёртый самый важный вопрос, перевернуть вот эту фразу, сделать переворот, она меня не ценит, она меня не уважает, она меня не любит, перевернуть её. Как ты можешь её перевернуть? Ну, не убрать. Как? Ну, она меня ценит. Молодец, а ещё? Другой переворот. А, наоборот, я её не ценю. Да. Видишь, как это молодец, да. И вот тебе, тебе нужно найти три, как минимум три варианта, то есть, ответа, почему этот переворот больше правда, чем первоначальная мысль. Я уверяю тебя, ты найдёшь больше, чем три. Понимаешь? Она меня ценит, я её не ценю, я себя не ценю. Есть тоже такой переворот. Три переворота здесь есть. И найдём всегда мы три варианта из нашей жизни, три ответа, почему этот переворот более правда, чем эти три переворота, всегда более правда, чем первая наша изначальная мысль. И вот здесь мы понимаем, что всё начинается в нас, и всё заканчивается нами. Всё вовне – это всегда только отражение и следствие того, как мы либо взаимодействуем с собой, либо взаимодействуем с другими людьми. И вот здесь вот очень эта техника вообще просто феноменальна. Она сразу расставляет всё по местам. И ты сразу такой, опа-ля, а это вообще не та мысль, которую я должен думать. Понимаешь? Потому что она неправда, потому что намного правдивее вот эти перевороты. А что я могу с этими переворотами сделать? Я могу на них посмотреть и уже совершенно по-другому с собой взаимодействовать. То есть тогда у меня есть вообще возможность действия. То есть вот здесь я просто сижу, такая жертва. И я просто такая плачу и думаю, блин, она меня не ценит, он меня не ценит и так далее. И мне плохо. И я в этот момент имею контакт, чтобы ты понимал, что происходит. В этот момент, когда мы думаем какую-то негативную мысль по отношению к какому-то человеку, это неважно, начинается всё от мамы, от папы, от бабушки, от дедушки. Неважно, к кому. Вот у тебя канал простраивается, и там начинает циркулировать негативная энергия. Потому что когда ты что-то думаешь по отношению к человеку негативное, он всегда подумает к тебе что-то негативное в ответ. Всегда. Понимаешь? У нас же не появляются просто так негативные эмоции. То есть они появляются на фоне каких-то взаимодействий в жизни. И в этот момент как раз-таки происходит вот это соединение. Вместо того, чтобы питаться любовью друг от друга, или добром, или чем-то, или вообще не коннектаться друг с другом, то есть у нас же есть возможность вообще не коннектаться к людям, с которыми мы не хотим быть связаны. А получается, что мы обычно связаны с теми людьми, с которыми мы имеем негативные какие-то ассоциации чувства, мы начинаем быть с ним просто каналом, связанным постоянно. Причем не только каналом, через который наша негативная энергия к ним течет, но и их к нам. И это вообще просто такая колоссальная стечка, то есть вытечка энергии, и слив энергии происходит у большинства людей на хронической основе на протяжении всей жизни. Понимаешь? И поэтому люди зависимы от медитации, от еще чего-то, от еще чего-то. И я обожаю медитации. Я только за. Но не как костыль, но не как какое-то замазывание симптома, а как просто дополнительный инструмент, чтобы чувствовать себя еще более кайфово. Или быстренько восстановить физику, допустим. Или успокоить мозг. То есть какой-то такой день был очень насыщенный. Ведь мы, когда позитивно общаемся, и все классно, и мы наполняемся энергией, все равно у нас мыслительные процессы, да, то есть какие-то взаимодействия происходят между нами, и обмен энергии, он классный. И все равно, вот, допустим, можно там прийти, там, сделать медитацию, какое-то расслабление, еще что-то. Ну, если, допустим, нужно человеку, или он любит это, да, ему это помогает. Ради бога, да. Я только за. Но не видеть как инструмент для того, чтобы чувствовать себя постоянно хорошо, потому что тогда ты зависишь от этих инструментов. Ну, знаешь, вот по поводу костылей. Чтобы именно проблемы, я имею в виду, не замазывать, знаешь. Да, 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 именно глубины. Огромное количество, то есть вот в целом всех людей. Я вообще вот за то, чтобы человек хоть каким-то образом соприкоснулся с тем, что он не понимает. Сто процентов. То есть вот, например, медитация, это, знаешь, это самая простая точка входа. Абсолютно согласна. Потому что, типа, прийти кому-то отдать много денег, там, для того, чтобы получить то, что ты вообще не понимаешь, то для тебя... То есть вот, например, у меня, я когда помню, первое, что у меня было, это как раз были, по-моему, дыхательные практики. Блин, я уже не помню. То есть вот были тренинги разные, а потом вот именно с какими-то медитациями-практиками вот у меня была, по-моему, во Вьетнаме я делал какой-то там из тела, что-то там вылетали, что-то такое. Вот. И я тогда, когда я это сделал, вот тогда я подумал, блин, вау, что-то, короче, интересно, надо разобраться. Поэтому мне кажется, что вот все эти инструменты, они классные. То есть понятно, что не нужно делать всю жизнь свою, привязывать к чему-то одному и считать, что это панацея от всего там, и что если я это перестану делать, то мне станет плохо? Нет. То есть да, понятно, что это как бы усиливает. То есть там, словно, делаешь ты спорт, но как бы ты без него в целом тебе будет классно. То есть если привязывать свое состояние к чему-то, то потом ты становишься зависим. Но в целом, как инструменты для того, чтобы начать хоть что-то сделать, я думаю, огромное количество людей, кто просто не может успокоить мозг. То есть они просто вот с утра до вечера какие-то мысли, причем, реально прикольно, что если вы начнете записывать свои мысли, это вообще самое простое упражнение, не знаю, кто сделал, тот молодец. То есть я просто каждые 15 минут брал какую-то генеральную мысль, которая у меня была, и мое состояние в этой мысли, то есть, например, я думаю, я не успеваю, мне надо срочно что-то сделать. И у меня, типа, я писал там, типа, вот эту главную мысль, я не успеваю, и типа тревога там. Потом, типа, блин, надо срочно денег заработать, нет денег там. Типа, тоже тревога, короче. Я потом смотрел, у меня там одно беспокойство, тревога, все такое. И мысли-то все одинаковые. Да, сто процентов. То есть конкретно все одинаковые мысли, а на одной, то есть просто ты 15 минут прошел, у тебя опять та же самая мысль, опять та же самая мысль. Ты думаешь, блин, какого хрена? Да, энергия сливается, вообще никакого ресурса на то, чтобы как раз так поменять что-то. Ничего, да, ты не можешь ничего сделать. И получается, вот просто реально, если записать свое состояние, записать свои эмоции на протяжении дня, то станет очевидно, что, типа, окей, как бы это вот моя точка, такое вот у меня состояние, надо это как-то поменять. Вот это было классное упражнение, то, что ты сейчас дала, офигенное. Типа направить фокус на себя и подумать, что я с собой могу сделать в этой ситуации, а не думать о другом человеке, потому что, думая о другом человеке, ты же никак не можешь ничего сделать. Причем негативно в негативном ключе думая, ты еще меньше можешь сделать. А здесь у тебя появляется, во-первых, ресурс, энергия и возможность действовать, как ты хочешь, а не как кто-то хочет, понимаешь? И ты здесь способен развить массу вариантов решения этой ситуации, да? И в этой консталляции ситуации ты намного быстрее получишь деньги, если ты их вообще должен получить, то вот так ты их получишь намного быстрее. И в другой ситуации ситуация разрешится намного лучше, намного красивее, быстрее, если мы свободны внутри. Если мы исходим вот просто из того, что нам никто ничего не должен, и мы никому ничего не должны. И в любой ситуации мы всегда взаимодействуем 50 на 50. И вот если из этого концепта исходить, то значит, окей, Я в этой ситуации тоже участвовал Молчал или не молчал То есть активно или пассивно Я всегда участвую Сказать, что я ничего не говорила И поэтому я не участвую Или я как-то не провзаимодействую Здесь у меня 50% моей ответственности И 50% ответственности другого человека И вот здесь я никогда не буду жертвой Когда я знаю, что у меня 50 на 50 То есть здесь вообще не возникает никаких чувств Жертвы Здесь возникает чувство Что я сделала в этой ситуации не так Это не самобичевание Это просто анализ для лучшего понимания себя и своих истинных мотивов. То есть почему я в этой конкретной ситуации повзаимодействовала таким образом? Почему я здесь что-то сказала, а здесь что-то не сказала? И тем самым, как говорится, спровоцировала эту реакцию извне. И тогда у меня ясная картинка, и я понимаю, как я могу в следующий раз в своей жизни либо поступать, либо не поступать. То есть вот здесь идет конкретный самоанализ без какого-либо примеси самобичевания. И мы начинаем конструктивно взаимодействовать с собой, тем самым мы, окей, в жизни бывают ошибки, это жизненный опыт. То есть я вообще не считаю, что это ошибки. То есть все, что мы проживаем в этой жизни, это на жизненный опыт. И если мы на это таким образом смотрим, то у нас всегда намного больше шансов намного быстрее выйти в совершенно другую колею. Вообще классный подкаст получается, да? Мне кажется, вообще классный. Напишите в комментах, если вам нравится. Знаешь, еще зачем ко мне приходят? За женственностью, за мягкостью, за женственностью. И вот за этой мягкой силой. Такие потрясающие, красивые женщины, умные, талантливые, успешные. Блин, такие несчастные. Сереж, потому что яйца такие звонкие, такие большие, они так звенят. И они сами от этого страдают, понимаешь? И отношения с партнерами строятся, ну, в лучшем случае, как просто друзья, понимаешь? Там или сожители по квартире, или там сожители по Friends Plus, понимаешь? Но это грустно, это не в кайф, это никого не зажигает, это никого не делает счастливыми, потому что мы же хотим иметь действительно такие глубокие, страстные, очень наполненные отношения. Когда мы их можем иметь? Когда в паре есть женщина и есть мужчина. А когда в паре два мужчина, я всегда говорю, один из них излишен. А женщина приходит ко мне и говорит, Марин, вот всё есть, ну, кайфа нет, счастья нет, и деньги делаю, или муж становится сразу слабым. Почему? Когда женщина более в мужских энергиях, то есть вот она очень может быть красивой, сексуальной, ухоженной, всё супер, умной, она даже мягкой может быть. Но если она большинство времени и суток, да, живёт на мужских энергиях, и у неё 70% мужской энергии задействовано в течение всего дня, а не только точечно, то с ней не секси, с ней не в кайф мужчине. Ну, то есть это как дружбан получается такой, знаешь, в женском облике. Потому что оттуда не исходит подпитывающая женская энергия. А это мягкая энергия, это поточная энергия, это такая, знаешь, очень гибкая энергия. Это энергия, которая ничего не доказывает, которая ничему не учит, которая исходит из состояния «я достаточная, я абсолютно себя принимаю такая, какая я есть, я люблю себя, я уважаю себя, я ценю себя, я работаю над тем, чтобы становиться ещё той версией, которой я хочу быть, не потому что, чтобы ты меня любил, или чтобы я тебе нравилась, а потому что я просто занимаюсь тем, что мне нравится, и иду туда, куда мне нравится идти, куда я хочу, вот просто потому что я сегодня так хочу, а завтра я не захочу, я пойду в другое направление. Такая женщина всегда становится очень интересной для мужчины, и она просто может вообще ничего ему не говорить, и она его уже и мотивирует, и вдохновляет, и подпитывает, потому что она верит в него. Без приказа. Потому что если ты веришь в себя, ты автоматически веришь в другого человека. И вот здесь вот как раз-таки вот это вот, знаешь, закон дуальности происходит. То есть мы не можем в себя не верить и подбадривать кого-то. Это будет искусственно, это будет всегда считываться, и там никогда не будет такого высокого, мощного заряда энергетического. Потому что очень многие женщины играют, манипулируют, знаешь, вот эти вот все игры, это все очень дешево, это все очень некрасиво, и это вообще никаким образом не влияет на энергию взаимоотношений в партнерстве. Если и влияет, то она потом просто вот такая вот, знаешь, выжатая как лимон, потому что она играет, потому что она не живет свою натуру, потому что это не ее сущность. А когда ты просто сама собой, ты даже энергию не тратишь, ты просто живешь, ты просто говоришь свои мысли, ты просто делишься своей энергией, и мужчина уже просто расцветает. Почему говорят иногда, с одной женщиной мужчина может быть просто на дне, а с другой он просто через год он просто в дамках. И энергетически, и финансово, и внешне меняются мужчины. Да, почему? Потому что просто попалась другая женщина, у нее другая энергия. И когда ты спишь с женщиной, вот если мы про секс будем говорить, да, то есть интимные отношения, интимные отношения женщины, которая пустая и неудовлетворенная, это, ну, это просто яд. Это конкретный яд. То есть это болото. Там вообще даже энергия не двигается, да. То есть это вообще токсичная сфера, такая очень сильно токсичная. Я всегда говорю, что вот неудовлетворенная женщина это самые токсичные существа на свете, да. Потому что у них очень сильный энергетический потенциал. И точно так же сильный, когда они счастливые, когда они удовлетворены, и когда они себя женственно чувствуют. Потому что можно очень быть, знаешь, такой самоуверенный, в эго сильно, очень умный, очень эрудированный, очень образованный, но постоянно вот в таком ключе общаться. Знаешь, вот так, вот так. Но это от чего идет? Это от неуверенности все равно этой маленькой девочке внутренней, понимаешь? Поэтому давай-ка мы вот много научимся, мы вот станем такими профессиональными, отлизанными и так далее, идеальными внешне. Но внутри вот эти кошки все равно скребут, вот это недоверие к миру все равно существует и к мужчинам. И получается, кто здесь несчастен, в первую очередь? Это женщина. А это самое страшное, знаешь, когда у тебя и деньги есть, и успех есть, и внешность есть, и интеллект есть. И в принципе вообще все атрибуты, которые вот можно по пальцам перечислить для счастья, а счастья нет. А секса нет. А классных отношений нет. Потому что много очень мужской энергии. И вот я как раз-таки возвращаю их именно в женскую энергию, да? То есть через мою энергию, через мое поле, через ту работу, которую я с ними делаю. Как надо, получается, тебе написать директ, если кто-то хочет тебе, да? Позволь этому быть, позволь этому стать, тем, о чем ты мечтал, о чем ты мечтал, на любви. Какое у тебя видение, вот, например, через год? Видение у меня, что я делаю наставничество сейчас, групповое. Я просто вижу именно в групповом наставничестве очень большой потенциал именно из-за групповой динамики. Потому что там, когда работаешь с одним человеком, каждый получает еще дополнительно свое. Подпишитесь еще раз на Марину, реально, чтобы быть в контексте, слушать эфиры, да, вот это все получать, потому что, ну, если вы вот чувствуете, что от этого подкаста вас уже, и вы досмотрели до этого момента, то уже вы молодцы. Напишите, если вы досмотрели до этого момента, напишите «Я легенда». Потому что… Сто процентов легенда. Да, то есть реально, значит, что вы конкретно на развитии, прямо на цели. Подкаст, он в первую очередь дает медийность, да, в первую очередь. Медийность, она умножается на трафик, на то, видит, да, потому что, то есть условно, может быть медийный человек, который генерирует контент, а который не генерирует. Это совершенно два разных вещи. То есть если у тебя есть и медийность, и ты генерируешь контент, то есть что значит генерируешь контент? То есть постоянно о себе напоминаешь, делаешь какие-то, какой-то виральный контент, там в Телеграме. В Телеграме много постов делаешь? Нет. Вот смотри, в Телеграме вообще самое лучшее место, где общаться с аудиторией. В чем плюс Телеграма? В том, что там ты как будто один на один с человеком. То есть тебе, например, кто записывает голосовые сообщения, ты это воспринимаешь так, как будто тебе друг записал голосовые сообщения. В Телеграме у тебя нет вот этого формата, как в Reels, что нужно там именно 15 секунд или 20, или там минуты. То есть у тебя Reels ограничен формат, потому что если ты будешь долго очень записывать, ну, будет меньше смотреть. В Телеграме у тебя нет такого. В Телеграме ты просто, ну, ты можешь видео записать, там, выложить на 10 минут, ты можешь голосовое на 5 минут, ты можешь там много текстовых сообщений. То есть вообще вот моя тебе рекомендация, чтобы много денег заработать, потому что у тебя первая задача, то есть я как бы ее классно делаюсь, да, это вот медийность и трафик, он придет. Чтобы людям помочь, как бы все равно с ними надо выстраивать определенное взаимодействие. То есть можно вот по сарафанному радио, там, условно, они придут и так, да, но как бы чтобы быть больше, масштабнее, там, и так далее, то есть оно как бы есть просто естественные, знаешь, такие ступеньки. То есть вот у тебя сейчас та ступень, где у тебя хороший продукт, но как бы пока вот к этому не приделана технология по тому, как взаимодействовать с аудиторией, в каких соцсетях, какой контент выкладывать, какая-то команда, еще что-то. То есть это просто целое. Вот, поэтому идеальная картина твоя, вот такая, как я вижу, там, через год, да, например, то есть у тебя в целом, мне вообще супер все понятно. То есть это YouTube-канал, да, на котором там просто мысли, просто камера, то есть для этого не надо сложно что-то, просто ставишь камеру, записываешь, загружаешь, там минимальную технику надо понять, как это, ну, технически делается, и все. В Телеграме это там 20-30, может быть, постов в день. Что ты сейчас делаешь, да? Ты сейчас эти голосовые, эти, все это записываешь только в личку за 500 тысяч рублей. И это никто больше не видит. И в этом самая большая проблема, потому что ты, то есть смотри... Ты прямо мои мысли говоришь. Да, то есть смотри, ты технически генерируешь контент, то есть это все контент, просто он попадает в одно ухо. Вот если бы мы с тобой просто разговаривали с тобой, да, то это было бы то же самое, мы технически делали бы то же самое, но из-за того, что мы поставили камеру, это увидят там сотни тысяч людей. И получается, что тебе, и вот люди, они всегда так относятся к этому, они думают, это сложно, там еще что-то, нет. То есть, ну, ты же говорить умеешь, то есть ты как бы любишь говорить, у тебя, ну, то есть у тебя вся работа связана с говорением. И просто вот это говорить, просто делать так, чтобы это физически снималось и как-то выгружалось, и везде под свой формат. То есть как это происходит? Это просто взаимодействие с аудиторией. Ты говоришь, давайте разберем ваши запросы, они пишут ваши запросы, ты просто берешь, пересылаешь сообщение, типа там, у меня там вот это. Ты такая, о, классно, голосом надиктовываешь, а он такой, вау. И у всех других, у них же такие же проблемы, и они такие, бау, это касается конкретно меня. Потом следующий запрос, следующий запрос, и все, это просто диалог. И ты просто постоянно в телеграме, как будто это чат друзей, просто они пишут, ты отвечаешь. Все, вот такое взаимодействие. Вот напишите, ребят, напишите в комментах, вы зайдите в телеграм-канал, посмотрите, Марина начала уже так делать или нет. Я надеюсь, что начала. То есть если ты так будешь делать, понимаешь, в чем вот прикол Юлии Влеевой, да? То есть вот она была таким первым, кто пришел ко мне на подкаст, там тогда 5 миллионов рублей. И, то есть, ну на нее пришло там 20 тысяч человек, телеграм-канал подписалось, потом еще там 20 тысяч, потом, и они там подписывались, подписывались, друг друга звали, просто потому, что она с ними там взаимодействовала супер. Вот как вот прям решала проблемы, знаешь, как будто ты находишься в кабинете у психолога, и он тебе просто решает проблему, решает, решает, решает. Ты очень в шоке от того, что есть такое пространство. То есть это пространство можно создать, это несложно. И ты времени на это будешь тратить, то есть ты просто будешь меньше брать людей за 500 тысяч, будешь больше здесь. Для них создать какой-то, например, сейчас вот классная штука, можно делать двухчасовой платный эфир, например. Просто платный эфир. Хотите, приходите, там, можете первый бесплатно, там, за донат, например, а потом там за 3 тысячи рублей или за 5 тысяч рублей. У тебя будет там тысяча человек пришло, на эфир за 5 тысяч рублей, у тебя 5 миллионов рублей. И польза огромная по разным темам. Вот твой Телеграм-канал. В Инстаграм создан для того, сейчас, чтобы создавать виральный контент. Потому что в Инстаграме, если просто научиться правильно говорить в камеру и, ну, как бы правильно формулировать мысли, цеплять первые секунды, там, ну, по правилам все сделать, то ты создаешь контент, вот, например, сейчас у тебя, вот у тебя будет, вот как Юля, мы с ней подкаст записали, потом мы с ней сделали вот это вот, там, за миллион долларов вот эту большую интеграцию, там, с Роллс-Ройсом. И я говорю, вот, во время интеграции, я говорю, Юль, ну, сейчас на тебя приходит много людей, ну, тебе надо много контента создавать. И я ее сам просто взял из своего подкаста, вырезал, там, 7 видео, прислал ей, и она просто подряд начала их постить. Если посмотреть на ее Инстаграм, там, то у нее до этого было, там, 2 рился в месяц, а потом стало 5 рился в день. И она для этого специальным образом ничего не делала. Она все, что делала, это ходит на разные подкасты, на передачи и так далее, просто говорит, с кем-то общается. И вот из нашего этого видео, там, можно нарезать бесконечное количество этих видео. Одно завиралилось, набрало, там, 3 миллиона просмотров, все остальные потянули, стали 500 тысяч. Аудитория растет. То есть вот это ты делаешь, там. Чтобы рилс снимать, то есть нужен просто один рилсмейкер, который постоянно с тобой. Получается, что ты делаешь то же самое, живешь в той же самой жизни, просто ее нужно немножко перестроить. И как бы чуть-чуть, там, буквально, там, 10%. И у тебя создается очень много контента, и все. И вот ты вот этот трафик людей, которые придут, ты уже их классно им показываешь, рассказываешь. Они больше погружаются, они как-то больше узнают. И даже прикол в том, что ты можешь, например, сделать одно видео, ты его снимаешь сейчас, потом, там, через месяц ты можешь его выложить заново, опять то же самое видео. И это видео просто в это время как-то вот так совпадет, что вот именно его посмотрят те люди, которым надо. То есть инфа не бывает неактуальной. То есть она всегда найдет кого-то, кто вот именно сейчас ему это надо. Ну и все. Поэтому тебе нужно научиться создавать много контента, да, выстроить так свою жизнь, чтобы это было для тебя органично, очень просто и полезно. Выстроить тарифную сетку так, чтобы тебе это нравилось, чтобы у тебя были те продукты, которые тебе нравятся делать. Ну и все. И у тебя будет там через, уже если ты это быстро сделаешь, там через три месяца у тебя будет. Не знаю, сколько ты за последний месяц заработал? Пять миллионов. Пять миллионов. О, то есть ты, получается, все мне отдал, что заработал. Нет, у меня есть еще. Ну я имею в виду, что до этого ты зарабатывала, да, ну типа вот за этот месяц. Ну мне просто хорошо с криптовалютой. Я сама все инвестировала, да, это тоже такая отдельная история обо мне. Какая многогранная личность. Я же в 2018 году зашла в криптовалюту. Это было не очень хорошее время, потому что это было супер время. Мы поднялись очень сильно, а потом в 2018 все упало, да, и потом в 2021 году просто все так засияло. Нет, все так, часть продала, но все практически оставил. Но я Binance Coin покупала за 1,9, чтобы ты понимал долларов. Он был 600, он ее не продал. За 1,9, а он был 600, а, BNB, да. Да, BNB, да. А, допустим, да, ну там много моментов. Цельсию, допустим, за 0,5. Нормально. Классно. Поздравляю. Спасибо. Просто понимаешь, очень важно тоже, когда ты даешь что-то, и ты даешь не из-за того, что тебе деньги надо заработать. Понимаешь, а из-за того, что это просто твоя миссия. И ты просто знаешь, что это вся ситуация дочки. И вся эта история. Просто меня, знаешь, вот так за шкирку взяли, и вот туда. Потому что когда ты понимаешь, что нужно было пройти через это, чтобы просто потом опять сложить руки, опять что-то получить, спасибо, нет. Понимаешь. Ну и потом это все так плавно перешло, что я почувствовала просто, что это именно то, чем я хочу заниматься. Да, но смотри, 5 миллионов, то есть вот если ты все сделаешь, что я тебе сказал, там через 3 месяца это будет 50, это будет 70, это будет 100, это будет 150. То есть это абсолютно точно так, потому что есть очень много подтверждений того, что это уже происходило. Ну вот, например, я знаю, что у меня будет миллиард прослушиваний на Spotify, на одной песне. Ни один русский человек это не делал никогда. То есть этого не существовало никогда. Ни один певец, который всю жизнь поет, этого никогда не было. Но я точно знаю, что это будет. Почему я в этом уверен? У меня очень сильно для меня была трансформационная вот эта встреча с Ди Каприо, там вот эта вся эта яхта с суперзвездными, которые вот там и Викинг был, все-все-все были на одной яхте. И для меня вот это было просто, знаешь, мне тогда прям трясло тогда. Ну, не, ну, как бы я нормально себя там, я был немножко зажатый как бы, но это было для меня певец. Расширение. Да, и потом я, и потом я реально понял, то есть вот это одно дело сказать, а другое дело реально понять, что это абсолютно такие же люди. Они ничего не отличают. То, что я всегда говорю. То есть просто у них вот как, так они заставили себя верить в себя. Викинг придумал, что он вот самый популярный, номер один в мире в музыке сейчас, номер один в мире. Нет, сейчас первое Тейлор Свифт. Ну, там, поверьте, по спотифай, там иначе годы, Тейлор Свифт, потом Викинг, потом Дрейк, потом Бигба, Бэдбанни. Вот, это вот 4, топ-4. И как бы, и вот Джек Харлоу, например, вот Джек Харлоу записал трек, вот знаешь, Ама Ванилла Бэби, вот этот. Я полностью записал очень похожий трек, очень похожий на него, там типа Ама Ванилла Бэби. Да, да, да. А я думаю, откуда я знаю? Это Ама Ванилла Бэби, да. То есть, как я делаю, как в Рилсах, я беру как референс, похоже, то есть, понятно, там не один, не один, это невозможно, типа технически к этому невозможно придраться. Я понимаю, что сначала, когда ты начинаешь, тебе нужно копировать Улу, то есть, если бы там, если бы Викинг продавал на станции, я бы купил, я бы пришел к нему и просто смотрел бы, что он делает, просто рядом был бы, сидел бы в комнате и смотрел, как он записывает трек. То есть, и все, мне даже не надо, чтобы он говорил что-то. Ну вот так же и происходит, понимаешь, когда ко мне девочки приходят, они говорят, Марин, вот я просто как будто бы становлюсь тобой. У меня такое ощущение, я просто думаю, как бы она здесь повела себя, как бы она здесь, что бы она сказала, да, как бы она поступила. И вот это очень сильно именно работает тоже, как именно зеркало, да, то есть, именно энергия, то есть, когда ты попадаешь в эту энергию, у тебя то же самое. То есть, видишь, это везде одинаково работает, просто мощь энергии должна быть соответствующая. Я думаю, что тебе в твоем случае, тебе просто нужно, как бы, ну, то есть, если у тебя есть задача вот этого масштаба, то есть, как бы тебе нужно направить там 70% фокуса своего внимания именно на создание контента, медийность и, ну, вот сюда. Да, потому что все остальное, это знаешь, как вот мне Оскар Хартман говорил, продажи лечат все, то есть, вот, чтобы, там, какой бы, ну, какие бы проблемы технические, там, люди, продюсеры, еще что-то, пока вот какие бы не были, там, ну, что-то там несовершенно, но если есть много людей, которые хотят купить, это лечит все, все остальное неважно. И поэтому, а когда, когда они появляются, эти люди, когда есть маркетинг, когда, просто что такое маркетинг, просто о тебе много кто узнает, и тебе нужно сделать так, что просто много людей об этом знало, а для этого нужно создавать контент, то есть, как бы, благо сейчас такое время, когда вот эти площадки бесплатные, да, ТикТок, Инстаграм, ВК, все. У тебя же английский хороший, да? Да. А у тебя есть американский аккаунт? Нет. Ну, английский. Почему? То есть, это же суперочевидно, что тебе, ну, просто, чтобы ты понимала, английский аккаунт, это X10 по всему, по просмотрам, по подписчикам, по всему, то есть, ты создаешь столько же контента. Ты знаешь, сколько времени у меня брат это уже говорит? Он говорит, ты почему не делаешь анкетинг? Да, 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 то есть, это очевидно, ну, то есть, вот, это еще X10, то есть, как бы, там вообще невероятные, да, и, то есть, тебе, как бы, вот туда нужно пойти, вот, ну, как-то, короче, вот, если ты будешь 70% времени тратить, на то, чтобы, там, как-то, вот это развивать, да, конечно, в идеале тебе было бы, там, я не знаю, пойти, там, на наставничество кому-то, ко мне, там, еще кому-то, я пока, я вот сейчас вообще отказался от идеи наставничества пока, то есть, все, там, довел все группы, вот, но вот уже на прошлый подкаст я записывал с девочкой, и она, ну, типа, она наставник, и она мне говорит, типа, блин, ну, конечно, тебе надо делать, потому что, ну, типа, люди, то есть, ну, как бы, очевидно, что у меня есть, его, я только прям сейчас это прохожу, как бы, и я для, ну, то есть, какое количество людей хотело бы иметь, там, 15 миллионов подписчиков, там, большие запуски, деньги, там, все это, то есть, ну, понятно, что многое, там, чтобы у них все, популярность, чтобы люди узнавали и так далее, то есть, это многое, то есть, тебе вот надо куда-то, куда-то вот сюда, то есть, вот, какое-то обучение, чтобы кто-то тебя вел, и создавать просто очень много контента, потому что, почему это, вот, я, все ко мне приходят, я говорю, слушайте, мне надо сделать 30 рилс, 30 рилс, но 30 рилс, но 30 рилс никто не делает, ну, там, один из 20 делает 30 рилс, потому что за тем, чтобы создать рилс, стоит огромное количество ограничений, эти ограничения, это, типа, что обо мне подумают мои знакомые, что я не так выгляжу, я недостаточно хороший, я недостаточно умный, у меня нет времени, там, то, 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 то есть, это огромное количество того, что за этим стоит, и это просто, вот это все убрать, это просто, на самом деле, это огромный пласт, то есть, знаешь, я говорю это, я понимаю, что это, как бы, это огромная психологическая работа над собой, если у тебя нет опыта создания рилса, который, вот, идеи, сценария, съемки, монтажа и все, и съемки себя внутри, который бы набрал 3 миллиона просмотров или 10 миллионов просмотров, вероятность того, что в твоей голове родится рилс, который наберет 3 миллиона просмотров, крайне низкий, ну, просто потому, что такого раньше не было, то есть, человек, который не играл в теннис, какая вероятность, что он возьмет ракетку и начнет хорошо играть, ну, крайне низкая, очень низкая, поэтому ему просто надо взять тренера, который поставит, скажет, там, то и то, он, тренер идеально знает, но он не будет сразу бить хорошо, то есть, ему надо время пройти, то есть, просто, и поэтому, вот в этом, поэтому я в музыке тоже не, ну, то есть, я два трека написал, а потом я думаю, блин, ну, почему я, почему я делаю, реально, вот, как вот люди, которые ко мне рилс приходят, да, и вот, как они, я начинаю придумывать песню сам, из себя, типа, я вот сейчас вот выплесну, это классно, что, когда ты хочешь выплеснуть что-то, как бы, как творчество, но я такой думаю, а у меня есть какие-то цели в музыке, я понимаю, что это миллиард прослушиваний, я понимаю, что в моей голове сейчас просто такое не родится, но оно не родится, я просто не умею, у меня нету навыка такого, поэтому мне нужно просто повторять за теми, кто уже делал, то же самое с рилсом, повторять за теми, кто уже снял, и вот потом, знаешь, люди говорят мне, а почему, типа, это плагиат, никакого творчества, ничего, я говорю, смотрите, творчеством классно заниматься, когда у тебя есть 10 миллионов подписчиков или 50, да, когда ты занимаешься своим творчеством, которое смотрит тысячи человек, ну, кому-то это подходит, мне просто это неинтересно, да, мне интереснее, когда у меня уже, то есть, у меня родился навык съемки на 10 миллионов рилсов просмотров или на 100 миллионов рилсов просмотров, и после этого я уже этот навык начинаю, могу придумывать какие-то новые рилс, поэтому вот тебе вот в это уйти, вот этим заняться, я говорил в начале подкаста, типа, поставьте себя на место Марина, то есть, я думаю, что огромное количество людей у них такое же, они просто занимаются тем, что привыкли, а привыкли они делать что-то там, ну, там, что они делают в жизни, вот они привыкли, а это навыки, они как бы, это новое, они не родные, как бы, то есть, их надо туда присаживать. Ну, это аналогично то, о чем мы до этого говорили, да, то есть, когда новые программы заходят, их нужно поддерживать постоянно и сформировать новые нейронные связи, без формирования этих новых нейронных связей, кстати, я не договорила, когда мы про наставничество говорили и про мое взаимодействие, то есть, почему я это встроила, потому что в тот момент, когда я подключаюсь к человеку и даю ему эту возможность увидеть мое видение, да, почему эта ситуация возникла, как взаимодействовать, он не откатывается на точку ноль, он не страдает долго и опять не включаются эти фоновые негативные программы, понимаешь? И он в этот момент, когда я подключилась, он сразу такой, ополя, у него ориентир, у него понимание, как ему дальше действовать, как взаимодействовать, все, и он пошел опять, и в этот момент формируется новая нейронная связь, и так дальше происходит, да, то есть, каждый раз, когда какая-то ситуация, новое взаимодействие с какой-то новой историей, да, либо чувств, либо ситуации, он опять со мной взаимодействует, я, и таким образом происходит вот спонтанная трансформация, очень мгновенная, быстрая и невероятный результат. Да, и еще раз, соцсети, телеграм, инстаграм и классные мысли, репостите в сториз. Марина Аурицкая! Спасибо! Такие истории, такие истории, да. Спасибо, классно. Спасибо тебе.